Слушайте, кто звонит, вы говорите. Операторы службы 112 еще учатся принимать звонки. Надо не просто ответить, а заполнить в программе специальную информационную карточку и перенаправить звонок в службу, где смогут оказать помощь. И по регламенту на все 75 секунд. Диспетчер службы 112, слушаю. Здравствуйте. Я бы хотел сообщить о возгорании мусора. Виктор Енишевский – пенсионер. Семь лет отдал службе в МЧС, а сегодня здесь работает оператором-стажером и рад, что может и дальше помогать людям. Я лично с удовольствием сюда пришел. Для меня это интересно. И тем более это продолжение своей темы. Программа новая, она не очень простая. А вот эти всякие небольшие трудности, как на что нажать, куда нажать, это все придет, придет очень быстро. Позвонить в 112 можно при пожарах, несчастных случаях и даже терактах. Единая дежурно-диспетчерская служба. Это объединенные 0.1, 0.2 и 0.3. Система 1.1.2 в первоначальном этапе опрашивают позвонившего, получают от него информацию. И уже на основании этой информации они принимают более сложные решения, касающиеся реагирования. Потому что ситуация может быть нестандартной, которая требует подключения дополнительных служб, не только, к примеру, скорой помощи, но и нужный вызов пожарных. Финансировать единую дежурно-диспетчерскую службу будут местные власти, а сотрудники получат статус госслужащих. Финансироваться будет администрацией Надеждинского муниципального района. И я думаю, что эти люди будут, не люди, а система 112, будет входить в состав отдела гражданской обороны, чрезвычайной ситуации и пожарной безопасности. Местные власти уверены, что с помощью новой службы улучшат качество оказания помощи и сократят время ожидания. Позвонить на номер 112 в районе можно будет уже в конце мая. Надеждинский район первый в Приморье, где начнет работу единая диспетчерская служба. Но не последний. Уже сейчас в находке оборудуют пункт приема звонков. И так в ближайшее время служба 112 появится во всех районах Приморского края. Дарья Орлова, Константин Селезнев, Панорама. Продолжение следует...